Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают и легенд. Да, лет через 50 наши потомки будут это читать и думать, да ну, слушайте, это какой-то фантастический роман, такого не могло быть. Ну, смотрите, давайте вспомним начало марта ситуация, когда по телевизору мы смотрели ужастики в новостях из Китая, потом из Италии и в целом из Европы. И с одной стороны было тревожно, с другой стороны была какая-то странная, смутная надежда, что вдруг нас это как-то не затронет, а у нас может быть обойдется, не обошлось. Когда стало понятно, что уже пошли первые зараженные в Москве и поехали в регионы, я помню, на выходных, это было, по-моему, 14 марта, министр на селекторе со всеми ректорами вузов России объявил, что он подписал приказ о том, что 16 марта вузы переходят на дистанционный формат. Ну, издать приказ и объявить об этом это одно. Вы, если заметили, там некоторые злопыхатели в интернете писали, что ВИАДГУ 16 марта тоже перешел, но только мы это сделали не с утра, формально под козырек, а мы потратили первую половину дня на то, чтобы внимательно проанализировать, насколько мы к этому готовы. И только после этого, собрав информацию, я подписал тоже приказ о переходе на дистанционный формат работы во второй половине дня 16 марта. И, опять же, что за этим стоит? Вот, смотрите, мы знаем, как это происходит в школе. Мягко говоря, не очень хорошо. Жалоб было очень много. Если бы в университете уже более, не помню, на скидку, лет 7 не существовал департамент электронного дистанционного образования, если бы университет не в течение последних лет не развернул большую работу, связанную с приобретением различного электронного телекоммуникационного оборудования, подключения всех корпусов, различных серверов закупки, программного обеспечения различного, своей системой электронного образования не занимался последние годы, то, наверное, у нас бы случилась бы катастрофа и коллапс или профанация. А так, при том, что несколько лет назад, я помню, мы очень серьезно на ученом совете и на каждом факультете изучали вопрос, связанный с изучением лучших практик и лучших кейсов и лучших лекций и лучших материалов российских и зарубежных университетов, это мы делали несколько лет назад, когда каждой кафедре было поручено проанализировать лучшие кейсы, лучшие лекции, видеоматериалы на русском и английском языке и рекомендовать студентам тогда в качестве дополнительной возможности получения знаний, то сейчас у нас просто мы вернулись к этой теме и развернули свой факультет электронного дистанционного образования, который работал на небольшой сегмент обучающихся на весь вуз, и то хочу сказать, что конечно 100% мы не были готовы, 100% преподавателей не было готовы, мне кажется, к такому невозможно подготовиться, 100%, более единомоментно это не сделать. Я с одной стороны радуюсь, что у нас был хороший задел, с другой стороны я чувствую дискомфорта, тревоги и опасности о том, что что-то не сделано, не все охвачены студенты, не в том формате, как нужно, а потом смотрите, еще какая ситуация возникла, ну во-первых, я перечисляю, преподаватели и система управления организации учебного процесса должны быть готовы, следующее, студенты должны захотеть и быть мотивированными очень сильно в условиях домашнего расслабона, как они это говорят, вот встать, включить компьютер и больше, чем они обычно привыкли по времени и с большей интенсивностью работать у компьютера. Следующая проблема. Отсидеться на задней парте уже не получится. Уже не получится, то есть все время сидишь лицом к лицу к преподавателю. Следующая проблема, не у всех дома оказался нормальный интернет и нормальная техника. Опять же, тут же еще история, нельзя забывать, что в семье обычно там бывают разновозрастные дети. Родителям, которые тоже что-то надо по делам. Родители могут тоже на удаленке работать в этот момент. И получается, что даже если в семье есть один компьютер или планшет, то это становится вот таким местом, за которое будут возникать драки. Вот. И таких проблем очень много, методологических. Опять же, вот смотрите, многие студенты разъехались по своим удаленным городам и весям. Какой там интернет? И, соответственно, выбор такой. Если интернет плохой, то надо давать обычные текстовые материалы, которые пролезут через узкий интернет, текст, электронные сообщения. И можно бесконечное количество текстов, лекционных задавать вопросы и, грубо говоря, работать в режиме переписки электронной почты или какие-то через социальные сети. Не очень эффективная система управления. Можно, наоборот, уйти в другую крайность, зарядить видеолекции, виртуальную реальность, интерактив, но это требует такого колоссального ресурса трафика интернета в обе стороны очень хорошего оборудования, что тоже далеко не всех. Поэтому пошли по пути разумного сочетания. То есть комбинировали, Комбинировали. Минимальное количество заданий, материалов в обе стороны решений, задач, чатов, обсуждений и каких-то семинарских занятий идет в текстовом режиме, и какое-то количество идет в режиме уже такого видеоконтента. Смотрите, Валентин Николаевич, это проблема методологическая, о которой говорили, потому что мне доводилось уже слушать от людей, у кого родители работают в школе. Правда, многие просто растерялись, потому что элементарно вести урок в классе это одно, вести урок в интернете это совсем другое. Понятно, что в университете, наверное, как-то готовы есть какие-то методические наработки. Были готовы. Когда глаз студента не видишь, да? Хочу сказать, не все были готовы. В основном электронное дистанционное образование развивали, продвигали на факультетах и специальностях ну такого, где в основном гуманитарного блока. Юристы, экономисты, филологи, культурологи и все вот эти историки, они, значит, очень хорошо это ну ложилось на тот материал, на формы коммуникации и так далее. У инженерной факультеты, конечно, были гораздо меньше готовы, потому что что такое инженеры? Инженеры это работать на приборах. То есть одно дело читать лекции, совсем другое. Это выполнение лабораторных работ, где надо там наливать, подключать, соединять провода, нажимать кнопки, измерять результаты, обрабатывать их. Вот это, конечно, оказалось гораздо сложнее. Ну вот смотрите, потом ведь в перспективе с этими методическими наработками можно что-то делать, проводить какие-то курсы, тоже, не знаю, а ВУЗ сможет на этом зарабатывать в конце концов. Сейчас идет как раз в это время, в эти дни в онлайн формате московская выставка образования, на которой ежегодно традиционно проходил такую выставку достижений народного хозяйства, как раньше, где ВУЗы всегда нахваливали свои успехи, достижения, новые технологии и так далее. Сейчас они то же самое делают и все как один рассказывают, хвастаются, как они замечательные действия организовали, электронное обучение и так далее. Мы, конечно, тоже будем смотреть, рефлексировать по поводу того, что это было, что мы делали, с какими проблемами столкнулись, что сработало, что не сработало. Опять же, смотрите, с первых дней, когда мне факультеты и кафедры докладывали, что все, мы перешли, мы стали перепроверять эту информацию с точки зрения, а как это выглядит в глазах студентов. Поэтому в личном кабинете каждого системы, каждого студента нашего университета в электронной системе, куда он заходит, это каждый день. Во-первых, через этот личный кабинет с ним общался университет в плане расписания занятий, заданий. То есть, это все работало уже? Да, это все работало, просто не все им это активно пользовались, потому что зачем мне заходить в личный кабинет утром, если все в доске висит. Я пришел к себе в группу, и мне Сараста и одногруппники все рассказали, в какой аудитории, какое занятие и так далее. Сейчас уже такой возможности нет, все пошли в личные кабинеты, и мы начали с того, что стали каждый день размещать там, при входе в личный кабинет сначала нужно было ответить на какое-то количество разных вопросов. По учебе? Вообще. Первый вопрос у нас были, ты с нами, ты здесь, значит, ты живой, ты не заболел, у тебя нет симптомов, значит, какой у тебя интернет, какой у тебя компьютер, как у тебя дела, значит, какие у тебя, ты уехал, не уехал, где ты находишься, вот эти все чисто были такие организационные вопросы. После того, как мы вот эту первую информацию собрали, находясь, ну, знаете, у нас у меня была такая паника, что я прихожу в понедельник 16 марта и пустой университет. Слава Богу, что у нас получилось, как студенты уже перешли на дистант, а преподаватели и сотрудники, они пришли в понедельник на работу. На работу. То есть чувство контроля не полностью еще потянули. Да, соответственно, мы могли как-то там встретиться, обсудить, взять необходимые материалы, перегрузить какие-то данные себе домой, в общем, выполнять все какие-то вещи. После этого, какого числа вышел указ президента о том, что мы переходим на, мне уже вылетело из головы. Я тоже, к сожалению, цифры сейчас не помню. Через неделю, Через неделю, где-то с 20-х чисел. Да, да, да. Через неделю. И тогда, ну, мы к тому моменту уже боевое слаживание какое-то произвели, и тогда уже, соответственно, стали формировать списки, кто из сотрудников, и там, айтишники, бухгалтерия, там, юридический отдел, ну, то есть администрация университета, кто из них, по каким дням, в каком режиме будет физически приходить, и остальные будут работать дома. Ну, чтобы не пересекались друг с другом. Чтобы не пересекались, да. Чтобы вкученности не было. И, значит, то есть преподавателям, ну, собственно, преподавателям было рекомендовано вообще, как бы, всем остаться дома. Попутно мы собрали информацию, выяснили, что у какого-то количества преподавателей слабенькие, там, компьютеры, там, техника дома, и оперативно приняли решение, купили 75, по-моему, ноутбуков быстренько их, установили все необходимое, подключили к системе. Это для преподавательского состава. Да, это для преподавателя. Потому что для преподавателя очень важно, чтобы он, находясь дома, был полностью подключен в систему. Стали там эти компьютеры, ноутбуки потихоньку развозить, значит, им по домам. Уже подключенные, уже полностью готовые к работе. Ну, собственно, вот по факту, что мы имеем в сухом... Да, еще отдельный процесс, что мы попросили и там всех студентов, которые проживают в общежитии, по возможности, попросили. Это не было, там, опять же, фейки, желтая пресса наша. По поводу выселения. Ой, да, какие-нибудь заголовки написали, что ВИДГУ выселяют, дают 10 минут, значит, покинуть общежитие. Вот настолько это... Я, честно говоря, даже не видел. Мерзкие люди, которые вот не могут не погреться там на углях, значит, на жареных своих фактах. Попросили студентов по возможности. У многих, кстати, такая возможность появилась в итоге? В смысле появилась? Ну, из общежитий много? Из трех тысяч студентов сейчас у нас осталось проживающих во всех восьми общежитиях объединенного нашего полного университета где-то 380 человек, из которых там 280 это иностранцы, китайцы и прочие, которые не могут. Они были здоровенькие здесь, но их застала эпидемия здесь у нас, и они у нас живут. А как-то за успеваемостью вообще сейчас следите? Проводится какой-то срез? Или уже дело третье? Подожди. Мне кажется, все равно же там испытания какие-то есть, а сонки ставят. Фиксируют преподавателей, и кафедра составляет ведомость, кто выполнил, какое задание, прислал, не прислал. Притом, значит, студенты жалуются, мне даже пришлось первые две недели отдергивать наших преподавателям со словами «Алё, давайте немножко смягчим наши требования», потому что, да, еще что произошло. Каждый преподаватель, после того, как мы его накрутили, стал очень... Строгим. Строгим. И стал отправлять, кроме своих лекций, материалов, значит, учебных всяких пособий, ежедневно стал ставить задачу. Притом, так как они между собой первые дни не сильно синхронизировались, особенно если там межфакультетские, да, кто-то спецпредметы читает, а кто-то с гуманитарного другого института читает им какие-то, значит, гуманитарные там специальности, то они между собой не... Ну, учителя тоже школьные там этим страдают, что каждый учитель задает домашнее задание без оглядки на то, что другие его коллеги тоже дают. В результате, там, я помню, ну, в старших классах это было вообще невыносимо, потому что каждый день вписать несколько рефератов, задач, теорем доказывать и много чего, это просто невозможно. У нас тоже получился определенный перегруз. Студенты застанали, мы это замерили информацию, немножко схорректировали, попросили, чтобы выпускающие кафедры стали немножко координировать учебную нагрузку и вообще взаимодействие со студентами. Стало чуть полегче. В общем, возвращаясь... Не упала успеваемость? А? Упала ли успеваемость или так и осталось? И дисциплина, самое главное, как? Она очень разная. Кто-то, ну, кому-то вообще такой режим, что не надо ездить в какие-то корпуса, куда-то перемещаться, вставать там, чистить сумму, умываться, кто-то от этого получает удовольствие. Большинство, конечно, дискомфортно себя чувствует. И то, что нам считалось рутиной, обыденностью и идти в школу, идти на работу, идти, это самое, сейчас это воспринимается как какая-то награда и радость, которую нас лишили. Вот, то же самое у студентов. В целом, успеваемость нормальная. Мы, забегая вперед, хочу сказать, что мы в онлайн-режиме уже провели для нескольких групп сессии. И студенты через нашу систему прокторинга, то есть распознавание лиц, это голос и законной идентификации стопроцентной, что это тот человек, который у нас в ведомости стоит, принимаем зачеты, экзамены, скоро начнутся защиты в таком же формате. Что ты там, Ань, про фантастические фильмы говорила? Ты живешь как в фантастическом фильме. Ну, вот такая-то история. Сказать, что она нас сильно радует? Нет. Потом будем изучать, что нам захочется оставить и развивать, а что точно должно улучшиться с окончанием эпидемии, это все будет. По факту, ни в учебных корпусах, ни в общежитии мы не имеем ни одного случая заражения и заноса контактного захода, контактного человека. Вы те самые, я очень нервничаю и переживаю по этому поводу, потому что все равно, даже если, ну, дома обеспечить режим самоизоляции проще, чем в общежитии, где живет еще несколько десятков, Ну, конечно, да, все равно ты пересекаешься. Да, ты пересекаешься, ты ходишь и так далее. Поэтому мы были вынуждены ужесточить режим выхода. Пропускной. Выхода, пропускной, то есть мы записываем каждого студента, фиксируем, во сколько он вышел, во сколько он вернулся. И посещение гостей у вас запрещено в общежитии сейчас. Конечно, это вообще уже сейчас это невозможно. Конечно, хулиганят. Некоторые, вот на прошлой неделе, когда я привозил продуктовые наборы для тех студентов, у которых, ну, реальная жизненная ситуация возникла, что родители им там деньги не отправляют, и у них там... Это ребята, кто из-за рубежа в основном, Ну, в основном из-за рубежа, но сейчас мы стали посмотреть, что нельзя бежать, только помогать иностранцам. Нашим тоже стали... Кто нуждается, я очень попросил, что мы не по формальным, не по справкам, не по каким-то показателям, не морочим с этим голову, просто реально опрашиваем студентов, кто в какой реальной плохой ситуации оказался, и просто привозим им, выдаем продуктовый набор. То есть просто ребята сами говорят, кому действительно эта помощь нужна, и ничего не надо Я попросил не злоупотреблять этим вопросом, потому что на всех не хватит. Ну, халява, сладкое слово, оно всегда приятно получить приятный набор, наверное, но не в этом случае. Надо сделать так, чтобы помощь все-таки была адресная. Итак, несколько студентов и один преподаватель, которые, подчеркиваю, находились дома. То есть не контактировали. Не контактировали. Тем не менее, они, ну, у нас более 11 тысяч только учеников, а всего студентов больше 20 тысяч с заочниками. Понятно, что цифра очень большая. По теории вероятности в любом случае найдется какое-то количество, кто заболел. У нас заболело три студента и один преподаватель. Как они себя чувствуют? Все чувствуют себя удовлетворительно. Одна студентка уже вылечилась и выписана. Остальные находятся на лечении. Преподаватель тоже, несмотря на взрослый возраст. Вроде бы все, слава богу, без осложнений. Поэтому я надеюсь, что все пройдет нормально. И я считаю, что то, что мы отработали режим максимальной защиты общих мест доступа, это, дай бог, чтобы это все закончилось успешно. Это про текущую ситуацию. Теперь давайте поговорим, что нам делать этим летом для тех, кто собирается, кто заканчивается 11 класс, что думают по этому поводу родители, что думают по этому поводу школьники. Во-первых, очень сложно, я за вас уже сразу переход сделал, мы тут немного просто со временем обменялись, сколько рекламы. Потому что тоже вопрос очень волнующий. Для родителей и выпускников школ этого года, наверное, еще более стрессовый год, чем для обычных абитуриентов. И для всех переживающих эпидемий, наверное, они очень сильно нервничают в силу того, что, как обычно, год окончания школы это год, во многом решающий судьбу, карьеру, биографию и всю последующую жизнь любого человека. И тут очень важно не ошибиться. Дети это чувствуют интуитивно и понимают. Родители тем более осознают всю важность. И здесь они, конечно, ловят, как рыбы, воздух, значит, любую информацию. К сожалению, понятно, что в интернете много всяких домыслов журналистских и блогерских и всяких других фейков. Поэтому вот хотим с Романом Владимировичем, секретарем нашей приемной комиссии, вот мы вместе с ним подписываем вдвоем все приказы, все регламенты, все документы, которые описывают процедуры, порядок. Соответственно, вот в течение всего лета нам с ним предстоит плечом к плечу провести всю приемную кампанию. Чем она будет отличаться в этом году? По тем документам, которые есть сейчас. Наверное, не все еще вышли или выйдут новые, или будут какие-то изменения. Но по состоянию на сегодняшний день. Итак, сроки сдачи ЕГЭ в школах передвинуты. Передвинуты, насколько я понимаю. Передвинуты и, возможно, еще будут передвигаться. Пока официального приказа нет, пока только проект. Он висит на стадии ознакомления, но было сказано во всеуслышании, что после майских праздников возможно принятие еще одного проекта, на переносе дополнительном. Пока перенос озвучен в проекте на две недели, то есть с 8 июня будет начало ЕГЭ. Раньше оно было в мае. В мае, да. Вообще, конечно, по поводу ЕГЭ развернулась очень большая в профессиональном сообществе образовательном и родительском дискуссия. Нужно, не нужно в этом году? Да, Минпрос и Обранадзор, которые традиционно отвечают за организацию проведения, они проявляют такую сейчас слово подберу, ну, упертость в сторону того, что ЕГЭ независимо ни от чего должен быть проведен в обычном формате. Священная корова, не трогайте ее. Они за нее бились долгие годы, вот, поэтому отступаться они от нее не хотят. И максимум, на что они пока согласились, это на перенос сроков. Моя личная позиция, еще раз подчеркиваю, личная позиция, что в этом году здоровье, безопасность и комфорт и психическое здоровье детей и их родителей важнее, чем вот эти священные принципы, на которых они там мертво стоят. Поэтому, мое мнение, конечно, что надо было бы придумать другие формы сдачи ЕГЭ, либо дистанционные, либо там написание каких-то контрольных, либо вообще отменить в этом году ЕГЭ и выдать эти статы на основании текущих оценок, которые школьники заработали за все 11 лет. А как в ВУЗы поступать при этом? Вот когда Минобор, у нас есть чат, где мы с министром, с новым, с моим однокашником по школе ректоров Сколкова и его заместителям нынешним, и другими коллегами ректорами, где мы эту тему обсуждаем. Чуть ли не каждый день. И вот пару недель назад, когда пик дискуссий был на эту тему, у меня и другие коллеги меня поддержали, было предложение, ВУЗы вполне справятся с задачей в этом году оперативно придумать, организовать процесс. Форму испытаний, да? Форму испытаний. В конце концов, ВУЗы это делали раньше. Как-то да, как-то же справлялись до ЕГЭ. Да, да, да. Десятилетиями с этим справлялись, но провели бы в этом году, спокойно бы приняли, провели бы, значит, в очном, в заочном, в любом каком-то формате, без нервотрепок с ЕГЭ, приняли бы детей, у меня даже была идея, что, может быть, надо было даже принять больше, чем надо, потом кто-то бы, кто не готов, отсеялся на первой сессии, значит, ничего бы не произошло. Разные мнения, но пока в сухом остатке, вот решение пока принято вот такое. На минутку нам прерваться надо, после продолжим. Валентин Пугач, Роман Мёдов, в нашей студии мы говорим о приёмной кампании этого года, о том, как она будет организована на Виатском государственном университете, в нашем опорном вузе, остановились на том, что в этом году ЕГЭ всё-таки будет, пока непонятно в какие сроки, предположительно, это начало июня, начнутся испытания, да? Почему непонятно? Ну, потому что Роман Владимирович нам сказал, что может быть ещё будет перенос. Соответственно, если будет перенос сдачи ЕГЭ, соответственно, будет и продление сроков приёма документов высших учебных заведений. пока на текущий момент стоят до какого августа Роман Владимирович? Они дают 23 дня с даты, которой будет объявлен последний результат ЕГЭ. Последний результат экзамена. Да. Вот, соответственно, ну, в любом случае, до конца августа, скорее всего, будет приём, и пока Министерство образования и науки, тут же, смотрите, тут такая, за ЕГЭ отвечает Минпрос и Обранадзор. Очень сложная схема, да. Да, значит, одни бюрократические структуры за то, как будут работать вузы, организовать приём, и вообще, когда они начнут, и в каком формате учебный процесс, отвечает Министерство образования и науки. У нас же там сейчас это всё разделено. Поэтому мы тут, у нас куча начальников, каждый из которых пишет... Между ними нужно логировать. Они ещё должны договориться между собой сначала, да. Ну, скоординироваться, да. Но, тем не менее, да. По факту, министр сказал образование и науки, наш учредитель сказал, что учебный процесс точно должен начаться 1 сентября. Но в каком формате, это вопрос. При оптимистичном, благоприятном, что всё закончится, всё будет хорошо, мы начинаем учиться в обычном формате. Почном. Идём... Все придут ногами в университет. Да, цветочками, да. Идём 1 сентября на занятия. Один формат. А письмистичный сценарий, план Б, если всё будет затягиваться с нашей эпидемией, то, соответственно, опять с 1 сентября начнём в каком-то дистанционном формате это делать. Учению этого не хочется. Ну, вот я смотрю, в США, да, университет Пердью, который, штат Индиана, они рассматривают вариант открытия кампуса осенью 2020 года, потому что считают, что коронавирус представляет нулевую смертельную угрозу для студентов. И они там с рядом других высших заведений разрабатывают как раз схему. Да, так надо не забывать, что у студентов есть пожилые бабушки и дедушки, да, и преподаватели ведь есть многие. Да, взрослые. И мы видим по России, кстати говоря, что и в 40 лет, и в 50, это не гарантия, что с тобой ничего не случилось. Это понятно, да, но в рухом. Вот, теперь давайте поговорим. Это что касается начала учебного года, а для первокурсников... Как прийти-то туда 1 сентября в ВУЗ? Как попасть в ВУЗ? Оказаться в рядах тех, кто придет. Вот смотрите, по существующему последней редакции приказу министра четко написано, что приемная кампания в 2020 году в ВУЗах Российской Федерации, во всяком случае под ведомственному Минобру, значит, это большинство ВУЗов, и вчера разговаривал с ректором нашего Кировского медицинского университета, он подтвердил, что они по этому же приказу будут действовать. Соответственно, наверное, все ВУЗы страны и ведомственные какие-то особые корректировки там со стороны Минсельхоза и других учредителей здесь не будут ничего менять. Соответственно, по этому приказу приемная кампания 2020 года будет осуществляться в дистанционном электронном формате. То есть, лично никуда приходить не надо. Документы лично приносить нельзя. Если кто-то придет в приемную комиссию в наш университет или в любой другой, он поцелует закрытую дверь и от ворот-поворот пойдет домой открывать сайт университета, который его заинтересовал, заходить в раздел абитуриенту, читать инструкцию, которая у нас на сайте уже висит. И в ней четко написано, что, дорогой друг, пожалуйста, отсканируй, сфотографируй свои документы. То есть, это паспорт, аттестат, да, Роман Владимирович? Давайте я подробно расскажу, что нужно сделать. Действительно, раз прием дистанционный, то необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте вуза, куда вы хотите подавать документы. После регистрации вам необходимо будет заполнить соответствующие формы. Ну, то есть, паспортные данные, данные аттестата, там, где живешь и так далее. Естественно, что при этом нужно приложить скан копий документов. Ну, паспорт, естественно, страница фотографии, страница с пропиской, свой аттестат или диплом, в зависимости от того, что человек закончил, фотографию, причем ту фотографию, которая для документов делается. Не просто фотографию там в пижаме, да, а именно хорошую фотографию. Ну, а дальше остальные документы, это которые подтверждают или какие-то особые права, или какие-то индивидуальные достижения, или если, допустим, кто-то фамилию поменял, там, или имя. Подтверждение, что ты, это ты. да. То есть, это те документы, которые необходимы в определенных случаях. Ну, в принципе, это тот же список, наверное, документов, который подается очно, когда носили. Да, абсолютно тот же список, который очно, но только в этом случае вы делаете скан копий. Это именно скан, то есть, сфотографировать нельзя. Можно. Можно и сфотографировать. Главное, чтобы было качественно. Можно положить на стол, аккуратненько как-то освещение сделать, чтобы это все было... Чтобы все было видно. Главное, чтобы все было читаемо. Самое главное, это вот машиночитаемость текста. Далее, после того, как человек все заполнил, он нажимает, как бы... Зарегистрироваться. Ну, как бы, кнопку выбора направления специальности, выбрал человек три специальности в УЗе, больше трех, к сожалению, нельзя на бакалавриате, специалитете. Ну, на остальных формах магистратура, аспирантура, там по-другому немножко. Но мы говорим больше про бакалавриат специалитет для школьников. Про выпускников школ. Соответственно, они выбрали три специальности, после этого они нажали кнопочку «Подать заявление», и заявление попало в нашу базу. Сотрудник приемной комиссии, который, в принципе, тоже может удаленно работать, да, смотрит это заявление, проверяет все это заявление, либо одобряет его, и тогда приходит сообщение школьнику, что... Ваши документы приняты? Нет. Нет? Что заявление одобрено. Ага. Либо он пишет «Нужно доработать», и пишет, что нужно доработать. Ну, и, соответственно, в любом случае, с какой-то итерацией заявление одобрено. Одобренное заявление означает, что человек должен скачать это заявление с сайт. Оно уже там будет, как PDF-ный документ. Так. Он его печатает, то есть должен быть принтером человек. Ага. Вот это обязательно. А если нет? А вот здесь вступают в силу, к сожалению, юридические нюансы. Да. Что, да, облегчена форма подачи и коммуникации с университетом, но мы должны получить юридически значимый документ, который накладывает на обе стороны уже юридическую, финансовую, организационную и всяческую другую ответственность. То есть он должен распечатать этот документ, свое заявление, расписаться в нем. Да, для несовершеннолетних, плюс еще там же согласие на обработку персональных данных идет предложение. Родитель должен подписать этот согласие. Ну и представитель законный. Да, законный представитель. Значит, и этот документ тоже так же делают скан-копии. И вот когда этот документ загружается в свой личный кабинет, вот это заявление уже подано. То есть само заявление, скан-копия, подписанное, подано. Все, вот такое заявление считается нормальным. Человек появляется в списках, все, он... Если бы... Я еще объясню, почему это такая немножко выглядит, немножко глуповато. Так как у нас нет в стране сейчас, да и в мире тоже, стопроцентного охвата электронно-цифровыми подписями, юридически значимыми, то, к сожалению, приходится делать вот такой экилибристикой, распечатыванием и последующим сканированием. как только... Ну, если мы... Почему бы нет такой формат поступления в ВУЗ не оставить и в будущем, это, я думаю, что уже Минобор там нам должен разрешить, либо как-то отрегулировать этот вопрос, то со временем там можно будет уже последующие годы, я надеюсь, еще больше упростить эту ситуацию, там, через мои документы или каким-то другим способом, через СНИЛС, систему идентификации, вот, в чисто электронном формате эту работу проводить. Что дальше будет происходить? Сейчас, вот я сразу уточнение там сделаю, для того, чтобы зарегистрироваться и подать документы, не надо быть зарегистрированы на госуслугах, потому что там госуслуги, это да, Этот канал тоже возможен, он несколько усложнен и действует не для всех категорий абитуриентов, об этом мы будем, у нас будет размещена информация на сайте, я предлагаю сейчас не тратить на это время, но такой формат тоже возможен. Это возможно, но это необязательно. Да, это точно необязательно. Гораздо проще зайти на сайт университета и там разместить все свои документы и поставить галочки. Пара минут у нас остается, давайте все самое важное. Интересно. Что дальше? Подал человек несколько вузов в несколько специальностей, ему же нужно выбрать, куда, и следовательно, он должен подать еще одно заявление, которое называется заявление о согласии на зачисление. Такое заявление можно подать только в индус, на одну специальность. То есть, ты в пять вузов подался, в каждом на три специальности можешь, у тебя большой выбор, но ты в назначенную дату, до назначенной даты, ты должен определиться. Определиться. Во-первых, ты получишь обратную связь, ты увидишь себя в списках, в рейтингованных списках по своим баллам ЕГЭ, где ты проходишь 100%, где ты на грани, где под вопросом, где не проходишь вообще. После этого ты думаешь, определяешься и говоришь, опять же, направляешь подтверждение, хочу в ваш вуз. И, соответственно, дальше уже система начинает электронной системой обсчитывать все заявления. Да, при этом человек должен подписать, кроме согласия на зачисление в наш, еще специальный отказ от всех остальных согласий, то есть он пишет обязательства, что он впредь не будет подавать согласия в другой вуз. Претендовать не будет на одно место. Да, да, да. И, соответственно, он обязуется принести, если он поступает на бюджетное место, оригинал вот этого своего аттестата к нам в течение учебного года. Это очень важный момент. И также я хотел бы сказать, что некоторые категории, например, выпускники не школ, а техникумов, колледжей, а также иностранные граждане, которые будут поступать к нам, и инвалиды, они имеют право не сдавать ЕГЭ, а могут поступать по вступительным испытаниям, которые проводят вуз. Так вот эти вступительные испытания мы также будем проводить дистанционно с помощью прокторинга. Ну, то есть с помощью идентификации личности, с помощью сравнения с паспортом, фотографией, это компьютерная программа специально делает. Распознавание, да. Эти экзамены тоже нужно будет сдавать. Естественно, что при этом нужно иметь компьютер, видеокамеру, микрофон и колонки, да. То же ограничение определенное, как вы понимаете, интернет должен быть нормальный, Конечно. Да. То есть это тоже есть, но тем не менее выхода другого нет. Да. Только так можно в данном случае сдать вступительный испыт. Безопасно и организованно и законно и прозрачно и объективно по-честному пройти конкурсную процедуру поступления на бюджетные места или кто не смог или, значит, нет бюджетных мест по каким-то направлениям, можно поступить точно так же на внебюджетные, на платные места. Еще один момент. Если кто-то все же не сможет где-то в чем-то разобраться, будет ли работать какая-то горячая лимия, когда можно позвонить. Будет работать горячая линия, мы постараемся организовать ее как можно больше, значит, чтобы не была линия перегружена, чтобы колл-центр работал организованно, соответственно, можно будет... Ну, я предполагаю, что с некоторыми придется в режиме пошаговой инструкции откройте это окно, нажмите эту кнопочку, заполните эту циферку, но, к сожалению... Но это тест такой, это кто не может работать в таком формате на компьютере, наверное, как он сможет получать высшее образование. Пора учиться. Значит, не готов, значит, надо идти куда-то в другое место. Пора закругляться нам, к сожалению, уже. Валентин Пугач, Роман Медов, говорили мы о том, как сейчас обстоят дела в опорном ВУЗе, как пройдет вступительная кампания. Надеемся, все пройдет неплохо, все справятся со сложными тестами. Мы еще услышимся это весной еще не раз, потому что я думаю, что... Следите за нашими новостями, мы вас будем информировать, прилагаем все силы, напряженно работает коллектив. Сейчас в эти минуты, кстати, те сотрудники, несколько десятков человек, которые в университете работают лично, проходят сдачу тестов на вирус. Ага, то есть вы еще и проверяете все постоянно. Мы закупили несколько сотен этих тестов, тест-систем, и вот экспресс-диагностику сегодня, значит, сейчас как раз наши сотрудники проходят. Чтобы быть точно уверенными, что все здоровы. Благодарим наших гостей. Всем желаем здоровья. Да, первый час разворота завершается, вернемся далее через 20 минут.